Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий рязанской жизни Тех, что произошли сегодня и накануне Главная тема сегодняшнего выпуска в коротком изложении Выглядит следующим образом Так что там полигон по просьбе зрителей? Наши авторы выясняли, возобновит ли в Рязани работу предприятий по захоронению ядовитых отходов Болезнь общества, сегодня всемирный день борьбы с туберкулезом Честный рукопашный бой В Рязани прошел бойцовский турнир в памяти погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности А теперь обо всем подробнее В Рязани Турлатовский полигон ядовитых отходов, который теоретически готов возродиться к жизни Все больше беспокоит жителей Песочни и Южного промузла Но от себя добавим и всех граждан тоже Не то чтобы сам полигон, но его потенциальная заряженность И выправка официальных бумаг владельцами беспокоит Вот что Сегодня Глеб Галушкин пытался прояснить ситуацию И даже попробовал пройти на сам полигон за начальственными комментариями Но журналисту пригрозили всеми возможными карами охранники От членовредительства до вызова правоохранителей Ну кулачков невежливых сторожей наш автор не испугался А вот в прокуратуру и суд и сам съездил Чтобы уже окончательно быть в курсе ситуации Полигонный репортаж открывает сегодняшнюю программу Недавно стали появляться непроверенные пока сообщения о том Что полигон на территории бывших очистных сооружений завода химволокнов Турлатова Начал вновь принимать опасные отходы Мы решили проверить, насколько эти сведения соответствуют действительности Однако возле ворот журналистов встретили лишь охранники От них не удалось получить практически никакой информации Впрочем, за время пребывания съемочной группы Внутрь полигона никаких подозрительных грузовиков не проезжало Напомним, что 16 июля прошлого года Октябрьский районный суд аннулировал лицензию фирмы ООО «Вест» Ранее управлявшей полигоном отходов на честных сооружениях бывшего завода химволокно Предприниматель подал апелляционную жалобу Однако судебное решение осталось в силе 30 октября 2013 года в Рязанском областном суде Рассмотрена апелляционная жалоба представителя ООО «Вест» Ответчика по гражданскому делу на решение Октябрьского районного суда города Рязани Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда Заслушав стороны по делу, вынесла определение Решение Октябрьского районного суда города Рязани оставить без изменения А апелляционную жалобу без удовлетворения Сейчас работники Октябрьской прокуратуры проводят проверку По факту выдачи разрешения, а именно санитарно-эпидемиологического заключения фирмы Работающей на полигоне Вместе с тем, в соответствии с информацией, поступившей в прокуратуру района В настоящее время выдано разрешение А именно санитарно-эпидемиологические заключения На осуществление деятельности по обращению с отходами По данному адресу Данные разрешения были выданы Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области На основании экспертных заключений Выданных соответствующими организациями Расположенными в городе Москва И в городе Санкт-Петербурге В связи с чем в настоящее время прокуратура района Проводится проверка На сегодняшний день, по словам Ольги Скорой После вынесенных судебных решений На Турлатовском полигоне фактов складирования опасных отходов Не зафиксировано Прокуратура Октябрьского района На постоянной основе осуществляется надзор за исполнением Требований законодательства При осуществлении деятельности по обращению с опасными отходами На промплощадке расположенной по адресу Город Рязани, район Турлатова 1 Ранее на основании сказанных заявлений Прокурора Октябрьского района Были аннулированы лицензии Мы будем отслеживать ситуацию И о любых изменениях сообщать в эфире Резонансное тяжкое преступление Которое было совершено в Рязани в середине месяца Возможно близится к раскрытию Напомним, 13 марта исчезла 29-летняя жительница Областного центра Евгения Макликова Утром она отвела в детсад ребенка И с тех пор ее никто не видел Позже тело женщины было найдено в лесопосадке Неподалеку от села Оксинино Рязанского района Эксперты установили Рязанка задушена Было возбуждено уголовное дело по статье убийства Оперативная работа принесла свои результаты И теперь ведутся поиски подозреваемого В результате грамотно спланированных следственных действий Оперативно-розыскных мероприятий Удалось установить подозреваемого В совершении данного преступления По версии следствия, 13 марта 35-летний житель города Рязани В ходе ссоры задушил женщину И оставил ее тело в лесопосадке В настоящее время он объявлен в международный розыск Ему заочно предъявлено обвинение В совершении убийства И также избрана мера пресечения В виде заключения под стражу Расследование уголовного дела продолжается В совершении этого преступления Подозревается 35-летний Карен Карпетян Его приметы Рост 1,70-1,75 Внешность кавказская Тело сложение плотное Может передвигаться на автомобиле Рено Темно-синего цвета Всех, кто знает что-либо о местонахождении Карпетяна Просят сообщить полицию Теперь к другим темам Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом Так называемой социальной болезнью Которая до сих пор представляет серьезнейшую опасность Известно, что Россия входит в число стран европейского региона Возглавляющих список лидеров По заболеваемости туберкулезом Это один из показателей уровня жизни в нашей стране Что тут поделать Каждый год туберкулезом заболевает 120 тысяч наших сограждан А в мире ежегодно от туберкулеза погибает около 3 миллионов человек У нас в области, как у всех, с одной стороны идет и профилактика, и лечение С другой проблем по-прежнему немало В областном управлении Роспотребнадзора сегодня прошла пресс-конференция, посвященная проблеме туберкулеза По словам специалистов, в регионе на сегодняшний день в этом направлении установилась положительная динамика 10 лет назад буквально в Рязанском области выявлялось до 1000 пациентов впервые С заболеванием туберкулеза Из них порядка 220 человек погибали ежегодно На данный момент выявляемость туберкулезом снизилась до чуть более 600 человек в год И смертность снизилась, например, в 2013 году у нас погибло 72 человека Основной причиной заражения туберкулезом является слабый иммунитет Но сегодня можно смело заявить, что мы не только стали лучше жить, но и начали следить за собственным здоровьем Не обошлись стороной и тему приезжих граждан Современные работодатели в погоне за дешевой рабочей силой зачастую пренебрегают элементарными правилами трудового законодательства А ведь самой уязвимой перед туберкулезом категорией являются молодые люди от 25 до 45 лет То есть трудоспособное население в самом, как говорится, расцвете лет Олег Васильевич озвучил цифру, там 600, у нас 13 человек выявлено за 2013 год Это всего Но из них 78 это, как мы говорим, мигранты То есть в основном это люди, которые приехали к нам из ближнего зарубежья И если отбросить вот эти вот цифры, то тогда вот мы уже на заболеваемости вышли бы на дорожную карту 2020 года Что касается профилактики туберкулеза, то работа в этом направлении ведется Причем не только со взрослыми, но и с детьми Основной причиной заболеваемости среди подростков является то, что их родители отказываются от предлагаемых И, между прочим, обязательных процедур по выявлению и предотвращению заражения туберкулезом Нас очень огорчает то, что очень много родителей стали отказываться от туберкулиновых проб И в прошлом году уже более двух тысяч детей, родители которых отказались от проведения им вот этого метода исследования Хотелось бы напомнить, что несоблюдение вот элементарных норм, я считаю, нашего гражданского сообщества В общем-то ведет к очень неблагоприятным последствиям Как говорится, наше здоровье в наших руках, и пока мы сами не возьмемся за ум, ситуация не изменится в лучшую сторону А ведь туберкулез – страшное заболевание, так что берегите себя и своих близких Вчера в Рязани был зафиксирован новый температурный рекорд Ну, время сейчас такое обзаводится температурными рекордами Итак, в воскресенье наш рязанский воздух прогрелся до 16 градусов тепла Снег тает, вода течет, мосты подтапливают Может, уже у нас паводок кругом, а мы и не знаем, озаботилась сегодня редакция Так что продолжает эфир программы материал сразу про все И погоду, и половодье Погода шепчет, тепло и солнечно А температуру воздуха превышает климатическую норму на 10-12 градусов И если купаться пока никто не отваживается, то солнечные ванны некоторые уже принимают во всем В ближайшие дни природа продолжит радовать нас незапланированным теплом 25 и 26 марта на территории Рязанской области сохранится теплая и сухая погода Со среднесуточной температурой воздуха на 10-12 градусов выше климатической нормы Осадков не будет Ночью температура воздуха будет в пределах плюс 1, плюс 6 градусов Днем плюс 11, плюс 16 А вот уже с четверга температура воздуха начнет понижаться и приблизиться к значениям Свойственным к концу марта Ночью минус 3, минус 8, днем плюс 2, плюс 7 Появится вероятность небольших осадков А вот сильного паводка в этом году скорее всего не будет По прогнозам большого паводка не обещают Но все будет зависеть от погоды То есть снеговых, воды в снеге очень мало и его уже практически нет Если пойдут затяжные дожди, то вполне может быть он будет Но я думаю, что будет меньше, чем в прошлом году Эти выходные стали одними из самых спортивных Весна способствует физической активности Это использовалось функционерами во все века Вчера в Рязани выясняли отношения специалисты армейского рукопашного боя Лучшие рукопашники области сошлись в схватках на ринге Почти половина всех участников – бойцы высокого уровня, мастера и кандидат в мастера спорта Турнир был особый Основными организаторами соревнований выступила Федерация армейского рукопашного боя Рязанской области Также с нашим начинанием поддержали управление Федеральной службы безопасности по Рязанской области Приехали команды со всей Московской области Приехали с Рязанской области, с Шилова команда приехала Приехали с Рыбного, со Спаска Широкой географии Да, широкой географии Для нас это достаточно интересно И дело в том, что мы впервые проводим такие соревнования Посвященные памяти погибшего сотрудника «Вымпела» Черихина Андрея На состязаниях пробовали себя в настоящем бою самые молодые спортсмены Не каждый в подростковом возрасте готов выйти на равный честный поединок Где правилами разрешен самый широкий арсенал бойцовских приемов Рязанские молодые львы не ударили в грязь лицом Мы проводим открытый чемпионат Рязанской области Впервые в Рязани мы проводим по младшим юношам с 12 лет по армейскому рукопашному бою Практически больше половины это как раз младших юношей Это был первый турнир по армейскому рукопашному бою В памяти рязанского сотрудника ФСБ И как пообещал Анатолий Бараненков Соревнования станут традиционными Они будут проводиться ежегодно Да, это фактически будет традиция И фактически это первый шаг для последующей работы Именно связанный с патриотической деятельностью Помимо основной спортивной Также в эти выходные юные тяжелоатлеты области выясняли Кто из них сильнее в классическом двоеборье Рывке и толчке штанги В первенстве области принимали участие атлеты из Рязани и районов В том числе из таких силовых мест, как Сараева и Касимов Особенное восхищение зрителей вызвало выступление девушек В изяществе подъема штанги им равных не было Рассказывает Глеб Галушкин В спортзале Рязанского агротехнологического университета Прошло лично командное молодежное первенство Рязанской области По тяжелой атлетике На соревнования приехали около 50 спортсменов Из Рязани, Сасова, Сараев и Касимова Уровень участников разношерстный, так скажем Здесь в соревновании кто-то принимает участие и первый раз Впервые, для того они весовые категории у нас начинают Юношеские они вообще там начинают с 34 килограмм То есть у некоторых это первый старт Присутствуют ребята, разрядники естественно Спортивные разряды высокие для такого возраста И перворазрядники, и кандидаты Проблемой развития тяжелой атлетики в Рязани Тренеры называют недостаток спортзалов По сравнению, например, с популярным сейчас силовым троеборьем Постепенно работа тренера не стала такой почетной Остались только энтузиасты Которые и до сих пор в общем-то работают И вытягивают этот вид спорта Тренер должен быть, конечно, большим специалистом Чтобы подготовить спортсмена-тяжелоатлета Надо знать очень многое Тут и техника нужна, и специальная подготовка А вот этот вид спорта, как в силовой троеборье Ну, тут просто силовые виды Ими занимаются, можно сказать, сейчас и даже без тренеров очень многие Это гораздо проще Впрочем, по итогам успешных прошлогодних выступлений Рязанских штангистов на различных турнирах Федерация тяжелой атлетики смогла стать базовым видом спорта в области И в нынешнем году, как надеются тренеры Тяжелоатлеты получат долгожданную и необходимую государственную поддержку Дайте нам оборудованные залы, и мы дадим результаты и рекорды, говорят штангисты И они правы, потому что рязанская земля всегда славилась своими силачами Так что, время спячки прошло, пора активизировать свою жизнедеятельность Больше движений, больше жизни тюфяков никто не любит А потому, да здравствует весна, спорт, движения и обновление жизни Подумаем об этом Хорошего всем вечера, и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин